Поле слева, поле справа, вдалеке деревня. Сегодня я хочу вам рассказать и соответственно показать о втором по длине канатном подвесном мосте Германии. Вот указатель который указывает направление куда нам надо идти и мы идем очень быстро. Не мы одни. Желающих посмотреть на это чудо много. Мост рядом. Слышите местный диалет с предложениями мороженого и напитков? Впрочем, вы уже сами видите его. В буклете мост описывается следующим образом, что построен он по прототипу непальских подвесных канатных мостов. Является своего рода впечатляющим аттракционом и вы должны быть несколько смелы, прежде чем вступиться на него. И я приглашаю вас вместе со мной пройтись по этому мосту в двух направлениях туда и обратно. А сейчас я сделала видео, свое видео на фоне моста. Не знаю, удачно, неудачно, но как получилось, мой муж идти со мной отказался. Он лишь сопроводил меня до моста. Я могу вам рассказать о своих ощущениях. Мост раскачивается. И в начале это непривычно, но постепенно к движению моста приноравливаешься и страха в принципе никаких нет. Скажу честно, страх у меня был только один – выронить телефон из рук. Это была бы полная катастрофа и с телефоном можно было бы попрощаться навсегда. Кроме этого страха, никакого другого я не испытала. Идешь по мосту, смотришь окрестности справа, слева, ветер шумит в ушах, люди встречаются, кое-как расходимся и так дальше. Да, и я хочу еще вам рассказать об этом уникальном творении рук человеческих, которое по опросам немецкого комитета по туризму вошло в топ сотню главных достопримечательностей Германии. Официальное название моста – Хэнгельс-Айль-Брюке – Гайрлэй. Можно сокращенно Гайрлэй. Находится этот мост в регионе Хунцрюк в земле Рейнандфальд, земле, в которой я живу. Он соединяет между собой два района – Мюрздук и Сосберг, пересекает долину, в которой течет небольшая речушка, впадающая в Мозель. Длина моста составляет 360 метров и находится он приблизительно на 100-метровой высоте. Раньше, до 2017 года, этот мост считался самым длинным пешеходным канатным мостом в Германии. Но, увы, время не стоит на месте и в 2017 году в Саксонии был построен еще более длинный мост. Там примерно на 100 метров длиннее. Так что первенство земли Рейнандфальд по наличии самого длинного подвесного канатного моста в Германии ушло в Саксонию. Но, тем не менее, это не является преградой к тому, чтобы не посетить это интересное место. И именно посмотреть этот мост и пройтись по нему, приезжают люди не только из Германии, а из других стран. Как всегда, много туристов из Японии. Пожалуй, это самые активные туристы. Так, а это уже другая сторона моста. Так он выглядит с этой противоположной стороны. Что там есть? Там тоже можно купить воду, напитки, съесть мороженое, посидеть на лавочке, отдохнуть, сделать фотографии и отправиться в обратный путь. Есть, конечно, еще дорога, ведущая среди полей в соседнюю деревню Сосберг. И говорят, что там тоже есть какая-то кафешка, где можно посидеть. Но я же отправляюсь в обратный путь. Пока мы идем на другую сторону, где меня ожидает муж, я расскажу вам еще кое-что о строительстве этого моста. Идея его постройки возникла еще в 2006 году. Но она была отвергнута, так как посчиталось, что эта затея нереализуема. Тем не менее, три активных человека из деревни Мерсдор, один из которых впоследствии стал мэром, усиленно продвигали эту идею дальше. И, в конце концов, гордость местных жителей в 2015 году, в мае месяце строительство началось, а в октябре оно закончилось. И я думаю, эта идея была просто прекрасна, потому что этот мост привлек большое количество туристов в этот регион. И, как вы понимаете, с этим многое связано. В центре деревни Мерсдор находится туристический центр, находится большая платная парковка, ресторан. Есть все необходимое для туристов. Можно арендовать номер, переночевать. От деревни ведет дорога. Везде множество указателей к мосту. Кроме моста, можно еще путешествовать внизу в долине. Там тоже очень живописно. И, пожалуй, самое главное, что вход на мост бесплатен. Можно ходить зад и вперед, сколько хочется. От себя могу добавить, что самые тяжелые участки – это начало и конец. Конец, когда ты поднимаешься в гору. В центре моста, где он провисает, он более пологий, а там уже нужно потрудиться. Когда проходишь этот мост туда и обратно, появляется восхитительное чувство, что да, ты это сделал, был, видел, совершил. На этом мое видео подходит к концу. Что знала, рассказала, что могла, показала. Желаю вам всего самого наилучшего. И до следующих видео.